Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я очень рада, что выход в свет журнала мечты, журнала вашей мечты, журнала моей мечты, состоялся, и он имел такой серьезный отклик. Мы даже не успевали его отправлять, и, возможно, вы его еще ждете спокойно, мы его обязательно отправим. Просто я сегодня хотела немножечко, знаете, так, инструкцию дать, посыл к действию, чтобы у вас он не залежался на далеком-на далеком диске. Чтобы он обязательно принес вам результат и обязательно помог достичь вам вашего 25-летия. Поэтому вот он журнал мечты, я его распечатала, я вам рекомендую тоже распечатать, пусть у вас будет свой. У меня мой, а у вас свой. Давайте-ка вместе рассмотрим, что тут у нас есть. Ну, конечно, тут с самого начала моя история. Я вам рекомендую написать свою историю и поделиться своей историей. Как так случилось, что вы не заметили, как было в 25, а стало, например, как в 55, к примеру. Это моя история. Она со мной случилась, я ее описала. И, знаете, на самом деле совершенно не жалею, потому что лучше иметь от чего оттолкнуться от дна, чтобы потом опять перейти в плавание. Смотрите, здесь на самом деле очень серьезные вопросы. Вопросы не просто так, правильно сформулированы. И я действительно прошу ответить абсолютно на каждый вопрос. Как я буду себя чувствовать, когда достигну 25-летия, какие трудности меня могут остановить. Сделайте этот пункт обязательно. Вы можете сейчас думать, что таких трудностей нет, а они есть. Я вот по этому второму пункту, наверное, скоро напишу журнал отмазок. Самых откровенных отмазок, которые я иногда слышу. Потому что отмазок невероятное количество. И важный вопрос, что будет, если ничего не делать, если все так и оставить. Это обязательно для заполнения. Посмотрите на несколько лет вперед, чтобы вы понимали, что с вами стрясется, что с вами произойдет, когда вы тихонечко-тихонечко будете продолжать движение по наклонной собственного здоровья. Это очень важно. Дальше, что у нас здесь? Смотрим внимательно, потому что здесь это очень серьезный труд. И здесь нет никаких лишних вещей. Что такое вернуться к своему 25-летию? Вы самостоятельно решаете каждый для себя. Обязательно четвертый пункт. Как ты будешь себя чувствовать, если все, что ты написала в третьем пункте, тот пункт, что будет, если я ничего для этого не сделаю? Если так оно и произойдет. Как вы себя будете чувствовать? Это очень важный пункт. И что вы готовы сделать? Что вы готовы изменить? Допустим, это будет физическая нагрузка, или каждый день правильный завтрак, или вы начнете делать покупки самостоятельно, перестанете доверять этому мужу, который приносит вечно не то, или маме, которая приносит вечно не то, что нужно. Я очень хочу, чтобы на этом месте были ваши отзывы. Отзывов много-много-много. И мы создаем целый портал, где мы собираем уже отзывы. На самом деле, пока все идет в стол, но стол уже скоро развалится. Очень много результатов. Дальше. Технология постановки цели. Если вы не напишите цель на бумаге, то вы зря потратили 199 рублей или 599 рублей. Зря. Я вам серьезно говорю. Обязательно пишем цель на бумаге. Тут четкая технология, которую я словила от Валентина Ковалева. Большое ему спасибо. В реальном режиме времени, с конкретными датами и так далее. Очень подробно написаны примеры этих целей. Поэтому придумайте свою цель, запишите ее на бумаге. И вот эти линеечки обязательно для эмоциональной окраски цели. Цель должна быть эмоционально окрашена. Ребята, девочки, посмотрите на меня. Зачем вам быть красивой? Зачем вам быть идеальной? Для кого вы это хотите? Для мужа, который перестал вас сфотографировать? Для будущего мужа, который никак не находится? Для ваших детей? У меня мотивации разные. Ну, как бы вот на виду. Одна моя очень хорошая знакомая, она моя студентка. И сейчас уже она подруга. Знаете, что ее смотивировало? Ее смотивировало то, что у нее сын красавчик. Просто красавчик. Он заканчивал университет, и ей нужно было прийти на выпускной. И она поняла, что она не может в таком состоянии тела прийти на выпускной. И она пришла ко мне на курс трансформации тела. Тогда еще не было книги. Вы, везунчики, вы можете прочитать книгу. Старости нет. И сделать свое тело другим и жизнь другим. Так вот, та девушка пришла на курс трансформации тела. И она за три месяца сделала из себя куколку. А потом мне прислала фотографии с сыном. Боже, как там семья этим сыну ли гордится? Вот, Серик, привет, если вы меня слышите. Ну, это один пример. Слушайте, таких примеров достаточно много. Ну, давайте пойдем дальше. Смотрите, формулы. Их всего три. Их, конечно, больше. Но зачем давать много, если можно дать три, которые более-менее адекватные? Формулу Брокова. Просчитайте. Формула Кетли. Прочитайте индекс. И Лоренса. И сделайте среднее арифметическое из этих трех цифр, которые вы получите. Среднее арифметическое будет ваша идеалочка. И вот, мой идеальный вес. Если не заполните, значит, вы потратили эти деньги зря. Понимаете? Вот, дальше мы высчитываем физиологическую потерю веса. Если вы мало, ну, как бы, немного лишнего веса, значит, используйте циферку 2,5. Если веса побольше, циферку 3. Ежемесячные потери веса. И рассчитайте, сколько месяца вы будете работать над собой. И у вас родится вот реально, благодаря, смотрите, аж на какой странице, они тут не пронумерованы, родится действительно цель. К какому месяцу, какого года вы достигнете своего идеального веса, который вы указываете в килограммах. Это постановка цели по весу. Но вес не самое главное. Самое главное – объем талии или длина талии, размер талии. Пожалуйста, вот эти две самые главные цифры. Если вы девочка менее 80, если вы мальчик менее 94. Поэтому вот эта вот цель, к какому месяцу, какого года, моя талия станет менее 80, для мужчин меньше 94. И что вам это даст, эмоциональная окраска? Фух, теперь я добралась до, как это сделать. Первое, девушки, мальчики, первое, закажите себе завтраки. Здесь есть небольшая объяснялочка. То есть вы кликаете на эту ссылочку, и вы попадаете в мое обучающее пространство. В моем обучающем пространстве есть такая закладочка «Завтрак в постель». И эта закладочка будет для вас открыта. Зарегистрируйтесь в обучающем пространстве, вставьте код, который вам придет на почту, и смотрите. Там не только завтраки. Там, если вы будете достаточно интересующимися, любопытными, вы увидите, что к каждому занятию идет нулевое занятие, к каждому блоку, к каждому курсу идет нулевое занятие, которое у вас в открытом доступе. Полазьте по обучающему пространству. Посмотрите, что вам нужно для того, чтобы получить эти завтраки. Кликнуть на ссылку и сделать типа заказ, который стоит 0 рублей, 0 копеек. Сделайте это, мой менеджер увидит, что вы это сделали, отправит вам завтраки. Это не автоматическая отправка. Я думаю об автоматической отправке, но пока я ее не сделала, спокойно пусть будет вот так. Завтраки обязательно получите. Второй пункт – обязательная физическая нагрузка. Многие люди, у меня такое впечатление, что люди ко мне ходят спросить, что бы такое съесть, чтобы худеть? Что бы такое съесть, чтобы худеть? Ну что же еще съесть, чтобы худеть? Я еще рассказываю. А еще что съесть, чтобы худеть? Я еще рассказываю. Слушайте, девочки, мальчики, вы что? Каждый завтрак, каждый обед и каждый ужин нужно заслужить. Я сегодня заслужила. Мы сегодня с Юрой прошли 5 километров пешком и плавали, ну не знаю, минут 20, может быть, мы плавали в море. То есть это был заслуженный завтрак на самом деле. Ну и думаю, что мы еще нагуляем сегодня 10 тысяч шагов быстрым шагом. Вот, и мы, Юра не согласен, вот, и мы, скорее всего, заслужим ужин, да? Заслужим ужин. Есть. Следующий пункт обязательный 8 стаканов воды в день. Тут написано, да? А просто так глушить воду невкусно, поэтому тут по ссылочке заберите рецепты вкусной воды. Вот, заберите рецепты вкусной воды. Кликните, вы попадете на мой сайт, где моя студентка Глушенкова Мария подготовила шикарный документ. Я вам попросила у нее разрешение, чтобы я делилась этим документом. Это ею подготовлен документ вкусной воды. Отлично. Что у нас там четвертое? Я рассказываю, что выбрать из, выбросить из рациона. И здесь есть скачать таблицы, они скачиваются. Если у вас такие таблички не скачиваются, или у вас чехарда в этих ссылках, зайдите в исходное письмо, через которое вы смогли скачать журнал вашей мечты, и скачайте его заново, потому что там действительно ссылки немножко несоответствованы, а теперь все соответствует. Скачивайте себе таблицы, распечатывайте их, и вывешивайте их на холодильник. И если вам нужно срочно стройнеть и срочно продвигаться по журналу мечты, то вы берете себе гликемический индекс, все продукты с гликемическим индексом до 40. Если, девочки, вы худышка, мальчики, если вам не нужно стройнеть, вы хотите просто поддерживать этот вес, то берите себе гликемический индекс до 70. Вот так ими пользоваться. Но на всякий случай здесь есть вот такая большая табличка. Вот, смотрите, я просто бы ее вырезала и тоже приклеила бы ее на холодильник, потому что здесь все, что на зеленом фоне, гликемический индекс до 40, и нам кушать можно. Все, что на желтом фоне, для похудения не подходит, но если вы хотите поддерживать вес, окей. А красное – это все для болезни цивилизации. Вот если вы хотите когда-нибудь заработать инсульт, инфаркт, сахарный диабет второго типа, разрушить собственные суставы, не дай бог влететь в онкологический процесс, то, пожалуйста, кушайте все, что на красном фоне. Кто ж против? Кто ж против? Никто не против. Вот. Ну и последний пункт, я считаю, он обязательный. Последний пункт – это книжечка «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Вы знаете, я туда заложила максимум мотивации. Я в этой сфере работаю лет 15. Сфера называется «Как привести свое тело в порядок». Я работаю в ней 15 лет и очень интенсивно, понимаете? У меня ни одного дня не бывает, чтобы я просто валялась на пляже, чтобы я просто там дурела с друзьями, ну не знаю, или просто даже занималась с детьми. Ну не бывает у меня таких дней. Вот Юра, он сейчас держит этот смартфон, он сейчас меня, да, снимает. И у нас на самом деле сегодня единственный, может быть, за 3 месяца день без работы в интернете. И что мы сейчас делаем? Мы пишем это видео. Ребята, я в течение 15 лет ни одного дня не пропустила. Я в этом сиропе, я в этой теме. И у меня уже выработались все мотивационные слова, которые только могли выработаться для того, чтобы, ну не знаю, даже бревно заставить похудеть, вопреки его воле. И все эти слова, они описаны, этими словами написана книга «Старости нет». И я вижу, как это работает на людей. Я думала, ну ладно, записала просто я наработанные фразы, наработанные инструкции, записала рабочую технологию, классно. Ну мало ли рабочих технологий. Но просто я вижу, какое количество отзывов, какое количество осознаний. Оказывается, люди этого не понимают. Но как только начинают понимать, у них исчезает сопротивление к так называемому ЗОЖ. Я, например, не люблю ЗОЖ и ЗОЖ никак не люблю. Это такие чистоплючики, которые тут пиво не выпьют, к вину не прикоснутся и так далее. Я нормальный человек. Надо, я могу за компанию там, боже, в Мюнхене. Ну как быть в Мюнхене и не выпить литр пива? Потому что small там не подают, только only liter, понимаете? Ну понимаете, это бывает редко. То есть в основном я действую по правилам. А вот эти вот глюки, эти косяки, это исключения из правил. И когда человек начинает понимать, что в целом я его не ограничиваю, и он себя не ограничивает. Он может делать, что хочет. Но в основном он следует правилам, а исключения всегда имеют место быть, и они украшают нашу жизнь. Что тут такого? Тут ничего такого нет. В книге вы узнаете абсолютно все необходимые действующие механизмы для того, чтобы начать свой процесс стройности. Там есть шикарное, на мой взгляд, объяснение белковой компоненты питания, белковой компоненты собственного тела. После каждой главы идёт домашнее задание. Вот так же всё чётко, как здесь в этом документике. Домашнее задание, если вы его выполняете, то, соответственно, у вас идёт результат. Более того, есть письма сопровождения. Я от вас не отстану целых 100 дней, и я знаю, на каком этапе вы захотите сорваться. И я в это время дам вам какую-то мотивационную поддержку. Я знаю, на каком этапе где-то останавливается вес. И в этот момент я дам вам мотивационную поддержку. Потому что у меня бешеное количество результатов, бешеное количество отмазок я услышала за свою работу, за время своей работы в этой отрасли. Поэтому и ваша отмазка, она мне в копилочку, либо она для меня не нова. Слушайте, но вы можете это сделать. Только вы. Ваш доктор этого не сделает. Я это не сделаю. Сделайте своё тело 25-летним, и всё тут, безапелляционно. Просто сделайте это один раз в жизни. И всю жизнь поддерживайте этот замечательный результат. И какая разница, сколько вам лет. Я рекомендую вам выполнить все инструкции. И я буду очень рада, когда вы создадите своё 25-летнее тело. Не забудьте со мной поделиться. Дайте мне фотографию до и то, что вы смастерили собственными руками. И с моей, ну, такой скромной помощью. Люблю вас. До новых встреч. С вами была Боксина Елена. Редактор субтитров А.Семкин